Как достойно наградить олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике в командном первенстве? Никиту Нагорного и Владиславу Уразову. Вопрос практически не стоял. Президент федерации придумал быстро. Назвать тренировочные залы их родной школы в честь выдающихся воспитанников. При историческом моменте! Ура! В Владиславе Уразовой достался зал на втором этаже, который раньше именовался Никита Нагорный. А трехкратному призеру Токио именным подарком стал главный школьный гимнастический зал. В этом зале он родился и вырос, она тоже. Родился и стал олимпийским чемпионом. Супер! 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 Далее по гимнастической программе – чевствование. Поздравляют донских героев главы административных районов, партнеры, ну и, конечно, министр спорта. Я преклоняюсь перед ним, я им благодарен, я им восхищаюсь и горжусь. Ну, а Влада – это такое что-то такое уникальное. Девочке 16 лет, еще не исполнилось 17 лет, у нее еще вся жизнь впереди. И я тоже ее восхищаюсь. Как и все собравшиеся в гимнастическом зале чемпионов, дети вообще не давали передохнуть золотым олимпийцам. В данный момент я пока что еще не могу понять, до сих пор освоить, что я олимпийская чемпионка, вообще внутри пустота, еще пока что не осознаю. Самая большая травма в моей жизни, открытый перелом, который тоже прошел у меня в этом зале, вот на той перекладине. И я вот недавно вспоминал вместе с Андреем Савенко, тоже воспитанником этой школы, как он вызывал скорую, как мы бежали, как мы, как он бежал, точнее, как меня потом сопровождали в больницу, как он сидел со мной. То есть такие моменты, конечно, они на всю жизнь, я понимаю, что это все, это все происходило именно здесь. В холле спортивной школы Олимпийского резерва номер два уже после официального торжества Никита еще долго подписывал олимпийские открытки юным воспитанникам родной школы. Оксана Мирничук, Николай Кубышкин, Дон-24, Ростов-на-Дону.